Здравствуйте, уважаемые участники классов на основе учения владык мудрости. Мы продолжаем тему о добре и зле по книгам Татьяны Николаевны Микушиной «Добро и зло». На прошлой лекции мы с вами рассмотрели вопрос падения ангелов и выяснили, что за этой аллегорией скрывается процесс наделения человечества разумом, начиная с третьей коренной расы. Сегодня мы рассмотрим два не менее важных вопроса. Это вопрос падения человечества и второй вопрос происхождения зла. Меня уже спрашивали, правильно ли я сформулировала тему в вопросе происхождения зла, что зло является необходимостью в проявленном мироздании. И сегодня мы с вами попробуем ответить на этот вопрос. Но так же, как и в предыдущей лекции, начнем с некоторых необходимых пояснений. В течение многих тысячелетий школы посвященных вынуждены были представлять тайные знания в виде аллегорий или символов, которые сейчас нам с вами нужно уметь расшифровывать. Такими символами являются символ древа и символ змея, которые вместе и по отдельности являются очень древними божественными представлениями. Возьмем, например, древо жизни. В эзотерике это древо представляет собой единство жизни. Там, где нет еще поляризации, не проявляется двойственность, где нет света и тени, где нет добра и зла. Это мир единства. Другое древо, древо познания добра и зла, представляет собой наш мир, двойственный мир, в котором уже проявляются свет и тень, есть добро и зло. И таким образом эти два древа не просто являются растениями, а в этих случаях символизируют различные сферы Вселенной и различные состояния сознания. Кроме того, древо издавна являлось символом адепта, человека, достигшего определенной степени просветления. И тайная доктрина говорит, символ древа, символизирующий различных посвященных, был почти всемирным. Иисус назван древом жизни, так же, как и все адепты благого закона, тогда как адепты левой тропы упоминаются, как дерева высыхающие. Символ змея – это один из самых противоречивых и таинственных символов. И благодаря детским сказкам, а позже, апокалипсису, мы привыкли со змеями и с драконами ассоциировать зло. И падших ангелов называют змеями, а дракона вообще ассоциируют с самим дьяволом. Между тем, в тайных знаниях символ змея является известным символом мудрости. И тайная доктрина объясняет, почему именно змей был взят в качестве символа мудрости. Дело в том, что в развитии природы присмыкающиеся змеи предшествовали птицам и млекопитающим. И отсюда вот эта вот древность этого символа. И легенды о змеях все являются аллегориями. Буквально считалось, что змеи понимают язык всех животных. И поэтому туземцы якобы ели сердце и печень змей, чтобы познать язык всех животных. На самом деле, змеи и дракон были наименования, даваемые мудрецам, посвященным адептам древних времен. Именно их мудрость и их знания пожиралась или усваивалась их последователями. Отсюда и аллегория. И нам известно, что владыки мудрости, древние боги изображаются со змеями как символами или с драконами, вот как гуани, как символами и знаками их особой мудрости. Ну вот, имея в виду эти знания, мы переходим с вами к основному вопросу нашей темы. Это вопрос о падении человечества. И начинаем мы этот вопрос с понятия о христианской догме падения человечества. Тайная доктрина называет эту догму самой губительной из всех богословских догм. И эта догма, христианская догма падения человечества основана на библейской легенде. Первые люди, Адам и Ева, жили в раю, в Эдеме, в созданном Богом саду наслаждений. И среди прочих растений в этом саду было древо познаний добра и зла, чьи плоды Бог запретил есть Адаму и Еве. И пока они следовали, подчинялись указаниям Бога, они жили в счастье и изобилии. Ну вот появился змей-искуситель, сатана, который убедил Еву съесть плод с запретного древа. Плод ей понравился, и Ева убедила Адама тоже попробовать его. И это был их первый грех – ослужание, ослушание воли Бога. И за это свое ослушание Адам и Ева были наказаны изгнанием из рая, то есть низвержением из Эдема на землю. И согласно христианской догме, которая приняла эту библейскую легенду, этот первородный грех от них, как от прародителей человечества, распространился на все их потомство. И божественное правосудие, за ослушание и склонность ко греху наказало человечество всеми земными тяготами, скорбями, болезнями и напоследок телесной смертью. На самом деле эта история об Адаме и Еве является очень древней аллегорией. И эта библейская легенда была заимствована евреями из еще более древних источников, а именно у халдеев – ученых, каполистов, астрологов и магов-предсказателей в Аверонии. Но христианская религия, возникшая гораздо позже, по-своему трактует эту легенду из Библии. Наша задача – рассмотреть, что же на самом деле произошло. И мы будем говорить об этом событии в соответствии с тайной доктриной. И тайная доктрина говорит, конечно, древо есть сам человек. Зми же, обитающий в каждом древе, сознательный манос, связующее звено между духом и материей, небом и землею. Мы с вами только что рассмотрели символизм древа. И помните, я приводила пример, что Иисус назван древом жизни, так же, как и все адепты благого закона, тогда как адепты левой тропы упоминаются, как дерева высыхающие. И здесь, как конкретно к этому библейскому эпизоду говорится, что древо есть сам человек. Давайте рассмотрим вторую часть этого утверждения. О том, что зми же, обитающие в каждом древе, – это сознательный манос. На прошлой лекции мы с вами рассматривали семеричное строение человеческого существа и говорили о том, что одно из наших высших тел, а именно пятый принцип «Я Христа» или высший манос, было дано нам как часть из тел высших существ, сынов мудрости. И мы только что с вами выяснили, что согласно тайным эсотерическим знаниям, сынов мудрости называют змеями. И эти змеи вошли в нас и стали нашим «Я Христа» или высшим маносом. И мы говорили о том, что манос или «Я Христа» – есть как раз тот посредник, который соединяет или связывает низшую часть нашего существа с высшей частью, находящейся в тонком мире. То есть, говоря словами тайной доктрины, манос или «Тело Я Христа» связывает дух и материю, небо и землю. И теперь утверждение тайной доктрины нам становится совершенно понятным. Конечно, древо есть сам человек. Змеи же, обитающие в каждом древе, то есть в каждом древе, в каждом человеке, это сознательный манос, связующее звено между духом и материей, небом и землей. И теперь мы уже с полной уверенностью можем сказать, что легенда об Адавии и Еве относится к человечеству конца третьей коренной расы и начала четвертой, когда произошло разделение полов, и человечество получило разум. Давайте обратим внимание еще на один символический момент в этой легенде. Это древо, с которого Адам и Ева ели плоды. Это древо называется древом познания добра и зла. И известно, что что человек ест, тем он и становится. И раз Адам и Ева съели плод с древа познания добра и зла, то теперь они просто стали вынуждены познавать добро и зло. То есть в третьей коренной расе человечество получило разум. А разум обладает свойством двойственности. Он дает понимание категорий добра и зла. И он обладает свойством выбирать между добром и злом. Например, животные, не имеющие разума, они не понимают, где добро, где зло. Они руководствуются в своей жизни инстинктами и выработанными рефлексами. Человек же, получивший разум или аллегорически съевший плод с древа познания добра и зла, стал вынужден познавать, что такое добро, что такое зло, то есть делать развлечения. И это еще не все. Для того, чтобы человечество могло самостоятельно делать эти выборы, то есть самостоятельно развиваться, нам, кроме разума, был дан еще один дар. Это дар свободной воли. И после этого только от свободной воли каждого человека стало зависеть, как он будет использовать полученный дар разума для добра или для зла. И обратимся снова к учению тайной доктрины. Цитата из тайной доктрины. Большой интеллект и слишком большое знание являются обоюдоострым оружием в жизни и орудием как для добра, так и для зла. Когда они сочетаются с самостью, они сделают из всего человечества подножие для возвеличения того, кто ими обладает, и средства для достижения его целей. Тогда, как будучи применены к альтруистическим, гуманитарным целям, они могут стать средством для спасения многих. Для иллюстрации того, как мы можем использовать свой разум, Татьяна Николаевна Никушина часто приводит пример с ножом. Нож можно использовать для того, чтобы нарезать хлеб и накормить многих людей. Тот же самый нож можно использовать для того, чтобы лишить жизни другие живые существа. Точно так же и разум. Мы сами выбираем направить наш разум на благие дела и тем самым стать сотворцом с Богом или употребить свой ум-разум для достижения своих личных целей в этом мире и сделать разум пьедесталом для своего эго. Свобода воли – это очень большая ответственность. И что же выбрало человечество, когда оно получило разум и осознало себя, как людей, созданных по подобию Божию? Вот как об этом говорит возлюбленный Заратустра в послании от 30 марта 2005 года. Человечество стало разумным и оно получило право действовать в соответствии со своей свободной волей, так, как разум каждого велел. И когда люди осознали, что они подобны Богам, то они начали вести себя как Боги. Они начали вести себя так, как они думали, должны вести себя Боги. Они хотели пребывать в блаженстве и удовольствиях. Они хотели получать все доступные им виды наслаждений в этом физическом мире. Вот так началось истинное падение человечества. Оно началось с первого характерного свойства каждого человека, гордости, вернее, гордыни. Мы цари, мы боги. Затем начался культ человеческого тела, который со временем превратился в культ соответственных полов. Между тем, тайная доктрина говорит, что разъединение полов входило в программу природы и естественной эволюции. И творческая способность в мужчине и женщине была даром божественной мудрости. Это очень важное утверждение о том, что творческая способность в мужчине и женщине была даром божественной мудрости. Огонь разума это творческий огонь. И этот творческий огонь был также предназначен человеку для создания потомства половым путем. Это творческая способность в мужчине и в женщине. однако в нашем двойственном мире эта божественная способность творения была извращена людьми. Я приведу цитату из недавнего послания владычи Цинады от 26 июня 2014 года. Процесс рождения детей поставлен на самотек. Вы не заботитесь о том, чтобы само зачатие состоялось как высший акт божественного творения. Ведь именно в процессе зачатия и рождения детей вы, люди, подобны богам. и этот высший творческий акт сведен в большинстве случаев к побочному эффекту при сексуальных утехах. Вот так мы, люди, превратили священную тайну размножения в животное удовлетворение. Так началось падение человечества. И тайная доктрина говорит об истинном смысле падения человечества. Она говорит, что именно за это проклятие кармы обрушилось на человечество. За злоупотребление творческой мощью, за осквернение божественного дара и растрачивание жизненной субстанции без всякой другой цели, кроме звериного личного удовлетворения. Это и есть основная причина падения человечества, которая изменила саму природу человека. И эта причина была порождена самим человечеством. В книге «Добро и зло» есть очень длинная цитата из тайной доктрины, обличающая нас. Я прочту ее только начало, а остальную часть цитаты вы можете сами прочитать в книге. И поэтому закон кармы раздавил пяту расы атлантов, постепенно изменив физиологически, морально, физически и умственно всю природу четвертой расы человечества. И теперь мы можем с пониманием ответить на тот вопрос, который был задан в конце прошлой лекции. Аллегорически падшие ангелы во всех древних системах означают прообразы падших людей, а эзотерически они являются этими самыми людьми. И вот ответ из той же тайной доктрины. Так называемые падшие ангелы есть само человечество. Демон гордости, похоти, возмущения и ненависти не имел бытия до появления физического сознательного человека. Именно человек породил и вскормил врага и позволил ему развиться в своем сердце. Итак, мы с вами выяснили, что истинный смысл падения человечества заключается в злоупотреблении творческой божественной мощью, проще говоря, в злоупотреблении сексуальной энергии. И теперь, когда мы знаем причину нашего теперешнего положения, это знание дает нам возможность осознанно принимать меры к исправлению этого положения. Для этого мы изучаем учение. И вернемся к христианской доктрине падения человечества. И теперь мы уже можем тоже определенно сказать, что Адам и Ева не были изгнаны из рая из-за греха совокупления, потому что только после изгнания из рая Адам познал свою жену Еву. И об этом есть письменные свидетельства в самой Библии, и они приведены в книге Добро и Зло. Кроме того, тайная доктрина говорит, что вступление мужчины и женщины в сексуальные отношения не было грехом. Эзотерический смысл легенды об Адам и Еве заключается в том, что они были изгнаны из рая или из тонкого мира, потому что они стали неправильно использовать божественную энергию, которая поступала в их существо. Они стали делать неправильные выборы, и тем самым они стали уплотнять эту божественную энергию и формировать тот мир, в котором мы с вами сейчас пребываем, то есть материальный мир. и они оделись в одежды кожаные. Это наши физические тела. Так началось падение человечества в материю. Наша с вами история. И нам осталось по этому вопросу только уточнить, как эти знания подтверждаются и углубляются в учении владык мудрости. В своем послании Господь Майтрея говорит, что направляя божественную энергию по пути, не совпадающему с божественным замыслом, человек творил карму. Божественная энергия приобретала плотность и формировала окружающий человека мир. Так творился материальный мир. И так создавалась карма. Вот и ответ на вопрос, почему наш мир называется кармическим миром. И начало кармы и кармического мира связано с наделением человечества разумом. И мы уже говорили сегодня о том, что разум имеет свойство двойственности. Его можно использовать как на добро, так и на зло. И когда человек использует свой разум для добра, то есть в соответствии с волей Бога, он тем самым добавляет радужные оболочки к своему каузальному телу. Когда человек творит, использует божественную энергию для своего эго, то есть не в соответствии с волей Бога Творца, то тем самым мы творим карму, то есть плотную энергию, которая оседает в наших нижних телах и привязывает нас к этому материальному миру. И каждая такая привязка карма проявляется как страдание. Поэтому наш физический мир еще называют миром страдания. И продолжим смотреть, что же говорит дальше Господь Майтрея. Вместе с приобретением разума человек стал творить карму. Нет кармы у растений и нет кармы у животных. Карма как последствия действия присуща только существам обладающим разумом. Поэтому как только человек приобрел разум, он стал ответственен за все свои поступки, за все, что он делал на земле. Свобода воли это очень большая ответственность. И только мы сами отвечаем за то, что происходит в этой нашей жизни. И Господь Майтрея продолжает в своем послании самое главное для вас сейчас понять, что позиция поиска виновных за пределами вас самих не является конструктивной позицией. Вы должны понять, что никто кроме вас самих не несет ответственность за все, что происходит в вашей жизни. И после этого вы должны начать распутывать клубок всей той кармы, которая вами создана за сотни и тысячи воплощений. Примерно 18 миллионов лет назад мы получили разум и примерно такое же время мы творим карму. Давайте сейчас мы с вами обратимся еще к одному учебнику, к сутрам древнего учения и послушаем сутру тринадцатую Добро и Зло. Тринадцатое положение Добро и Зло Я Есмь то, что Я Есмь 15 мая 2005 года Ваш мир действительно представляет собой арену борьбы двух начал или двух сил. Но нюансы и тонкости их проникновения во все области человеческой деятельности так хитро сплетены, что нет возможности распутать это хитро сплетение быстро и без потерь. Поэтому ход эволюционного развития человечества призван научить вас разбираться во всех тонкостях гобелена жизни. находить малейшие оттенки света и тени в окружающей вас действительности и в конце концов научить каждого из вас безошибочно определять путь и направление движения. Но до этих пор вы будете попадать в разные кармические ситуации, подпадать под влияние разных сил. и в ходе преодоления ваших препятствий и распознавания всех оттенков света и тени в окружающем вас мире и прежде всего внутри вас самих вы приобретете чистое божественное видение и наработаете бесценный опыт, который будет представлять собой ваши сокровища на небесах. Те сокровища, которым не будет угрожать ни ржа, ни моль. Ланелла, 20 июня 2005 года. Для того, чтобы что-то изменилось в мире и в каждой нации и народе, необходимо противопоставить хищническому отношению к ближнему, к миру и его ресурсам божественное отношение. на самом деле в мире постоянно происходит борьба этих двух сил. Сил, которые действуют во имя общего блага, добра и сил, которые действуют для удовлетворения интересов личности, эго. и каждый человек находится под влиянием этих сил. Эти две силы могут оказывать влияние на человека как снаружи, так и изнутри. И все развитие человечества происходит только под влиянием этих двух сил. Одной силы, стремящейся усилить иллюзию этого мира, и другой силы, которая стремится к утверждению того мира, который находится за проявленной иллюзией. силы. Поэтому каждый из вас может выступать на стороне той или иной силы. Вы не можете занять нейтральную позицию. Господь Майтрея 16 декабря 2005 года Самый важный вопрос, который вы должны решить для себя, это вопрос выбора между Богом и дьяволом, между вашей реальной частью и нереальной частью вас самих. Господь Шива 1 января 2006 года Вы пришли в этот мир, чтобы получить урок развлечения, развлечения добра от зла, иллюзии. от реальности. Владыка Илларион, 18 декабря 2009 года Действительно, сейчас на Земле очень темное время, и это время необходимо и закономерно, так как именно сейчас происходит процесс отделения зерен от плевел. Каждый человек имеет возможность проявить свою внутреннюю суть, и каждый человек осознанно делает свой выбор. «Очень мало избранных». Тех, кто способен удерживать божественные стандарты поведения, находясь в обстановке эмоционального и ментального прессинга со стороны других людей, со стороны средств массовой информации. Идет гигантская битва на земном шаре. И если раньше можно было укрыться от этой битвы в другой стране, в горах или лесах, то сейчас весь земной шар охвачен пламенем, в котором одни души сгорают безвозвратно, а другие души переплавляются в чистое золото и становятся бессмертными. И вот сейчас вы видите на экране слова из одного из последних комментариев Татьяны Николаевны Микушиной. Запомним эти слова о ней. Мы еще будем говорить о них в сегодняшней лекции. И мы с вами переходим ко второму вопросу о происхождении зла. Что такое зло? Откуда появилось или взялось зло в нашем мире? Почему всесильный Бог, сущность которого абсолютная любовь и совершенство допускает зло в нашем мире? В течение тысячелетий люди пытаются ответить на эти вопросы, объяснить появление в нашем мире зла и его последствий страданий. мы мы с вами только что рассмотрели христианскую доктрину падения человечества, которая дает свою трактовку появлению зла в нашем мире. И согласно христианским догматам, начало зла идет от первого ослушания греха Адама и Евы в раю. И вот эта концепция первородного греха в христианстве приобретает характер родового проклятия и печати зла над всем человечеством. Но если внимательно рассмотреть эту библейскую легенду, то становится очевидно, что человек не может быть прародителем зла, так как даже такие простые факты, как существование в Эдемском саду древа познания добра и зла или змея искусителя уже говорит о том, что зло существовало задолго до человека, задолго до Адама и Евы. Поэтому нам необходимо разобраться с этим вопросом и мы будем это делать по книге «Добро и зло». Происхождение зла это центральная глава в книге «Добро и зло» и нам нужно понять логику изложения этого вопроса. Эта глава начинается с утверждения тайной доктрины о непознаваемости Бога Единого и Абсолюта. Абсолют не может быть определен и ни один смертный или бессмертный никогда не видел и не постигал его на протяжении периодов существования. То есть в силу ограниченности своего сознания мы не можем понять замыслов Бога, не можем понять, что побуждает Единого творить Вселенные, создавать миры и планеты. И творение описано как игра, забава, лила Бога-творца. Но это не просто игра. Это божественные деяния, необъяснимые с точки зрения человеческой. И в книге Татьяна Николаевна Микошина рассказывает, «Я тоже задавалась вопросом, что заставляет Бога творить? И в одной из медитаций мне был дан образ». Бог подобен маленькому ребенку. Он сидит на берегу океана и строит замок из песка. За ночь океан разрушает это творение, а наутро он опять приходит на берег океана и опять строит замок из песка. Зачем это делает ребенок? Наверное, затем же это делает Бог. И согласно тайной доктрине происхождение зла связано с началом творения. И сейчас мы с вами посмотрим фрагмент из фильма «Добро и зло», в котором Татьяна Николаевна дает ... Вначале ничего не было, как в Библии написано, и Дух Божий носился на два долья. То есть ничего не было. И то, что было, нам невозможно нашим человеческим разумом понять, потому что это другой мир божественный. И потом, через какое-то количество ионных лет, у Бога появилась мысль. А не создать мир что-то. И когда у Бога появилась эта мысль, уже сама эта мысль была отлично от Его вечного блаженства, единства, всезнания, всесовершенства. Потому что мысль по своим вибрациям была значительно ниже, чем состояние вечного блаженства. И когда появилась эта мысль, поскольку она уже отвечалась по вибрациям, она и была причиной зла. То есть само зло, это когда у нас появляется нечто отличное от этого божественного непознаваемого Всевышнего, это уже является злом. Поэтому когда эта мысль появилась, они создали для меня что-то. Это было начало зла в этом мире. И потом все остальное, когда началась дифференциация, сначала иллюзия была тонкая, потом она стала все плотнее, 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 и мы дошли до того состояния, в котором мы находимся сейчас. И сейчас получается у нас очень много зла. Но следующим моментом наступает вот та схема, можно ее показать? Дело в том, что здесь есть маленький нюанс. То есть эта схема, которая вот эта улитка такая она отражает только состояние нашего круга на планете Земля. То есть мы сейчас рассматриваем тему добра и зла очень условно применимо только к очень узкому промежутку времени. То есть получается, что вот эти расы рассматриваются только в четвертом круге. Четвертый круг. То есть до этого четвертого круга были еще три круга. И после этого четвертого круга еще будет пятый шестой и седьмой круг. Поэтому вот эта совершенная раса так называемая седьмая на самом деле она не будет столь совершенной как нужно было еще. А если убрать тайную доктрину Главатской то значит вот здесь произошло наделение разумом а потом значит четвертая раса и сейчас пятая раса и уже начинает воплощаться пятая шестая и седьмая подраса и пятой коренной расы но это не значит что мы находимся вот здесь потому что большинство человечества оно принадлежит четвертой коренной расе большинство человечества это тайна доктрины Главатской я очень рекомендую всем прочитать эту книжку мы находимся еще вот здесь теперь сознание золотого века когда раса начинается то для этой расы наступает золотой век потому что в этой расе начинают воплощаться лучшие представители этой расы потому что когда воплощается первый раз потом вторая третья четвертая пятая то открывается окно божественной возможности и начинается воплощение людей которые принадлежат этой расе когда это происходит то воплощаются лучшие отличники то есть те которые уже прошли школу первой расы второй расы третьей расы четвертой расы и вот когда открывается окно божественной возможности начинается воплощение пятой расы или как например сейчас шестой расы то воплощаются там отличники и соответственно для отличников наступает золотой век а поскольку сейчас у нас на земле воплощены представители четвертой коренной расы которая давно отстала в своем развитии и пятой коренной расы то сейчас воплощены двоечники поэтому мы наблюдаем корей или железный век вот так это то что я сейчас говорю нигде не написано но это следует истально доктрина Блавацкая если ее читать между строками и так коротко о том что нам сейчас пояснила Татьяна Николаевна о происхождении зла то есть когда-то когда не было еще проявленной вселенной все было едино и был только Бог и ничего кроме Бога и потом наступил момент когда у Бога появилась мисль о создании этой вселенной и эта мысль уже была отличной по вибрациям от единого от абсолюта мысль уже являлась материальной так как она содержит план и цель и в силу этого является конечной и тайная доктрина говорит что эта мысль оказывается в противоположении к чистому покою то есть естественному состоянию абсолютной духовности и совершенства и вот это противоположение противоположность является началом разделения и таким образом божественная мысль о начале творения становится началом дифференциации разделение однородного в разнородное единство во множество и вот это противоположение явилось началом зла и как это проявляется вы можете прочитать в книге добро и зло значит проявление через логос добра и зла. В силу ограниченности нашего времени мы не можем более подробно рассмотреть это. И для нашей цели нас интересует то, что таким образом в нашем проявленном мире началась поляризация, противоположение и контрасты. То есть в нашем мире уже необходимо знать чередование дня и ночи, радости и горя, черного и белого, горячего и холодного, света и тени, добра и зла. То есть в нашем бинарном мире существует противоположность любому явлению. И тайная доктрина говорит, в действительности же нет ни света, ни тьмы в обителях истины. Добро и зло, близнецы, порождение пространства и времени, под владычеством иллюзии. То есть точно так же, как такие ограничения, как пространство и время, являются порождением нашего ограниченного сознания в материальном мире, так же и добро и зло являются проявлениями нашего материального мира. И мы продолжаем уточнение этой темы по цитатам из тайной доктрины. Эзотерическая или тайная философия не признает ни добра, ни зла самих по себе, как независимо существующих в природе. Ни одно из них не может жить само по себе. Однако люди, утерявшие ключи к истинному знанию, наделили зло собственным существованием, силой и независимостью. И согласно догматам некоторых религий, добро и зло рассматриваются, как две автономные, независимые силы, ведущие извечную борьбу за право властвовать в этом мире. На предыдущей лекции о падении ангелов мы рассматривали, как владыки мудрости, наделившие нас разумом, были представлены противниками богов, сатаной, дьяволом и злобными духами. Они якобы были низвержены на землю, и все проблемы человечества и все зло в нашем мире связано с этими падшими ангелами, которые проникли во все сферы нашей жизни. Недавно мы смотрели фильм «Красота» от Елены Петровны Беловадской, извините, забыла название. И в самом начале протоиерей Смирнов говорит о Елене Беловадской и о Елене Рерих как о слугах дьявола и сатаны. Но тайная доктрина продолжает, что нет ни дьявола, ни зла вне человеческого создания. Это, наверное, самое сложное и самое важное для нас утверждение понять, что нет ни дьявола, ни зла вне человеческого сознания. Младыки мудрости в своих посланиях говорят о победе темных сил, победе зла у нас на земле в наше время. Иногда от людей, считающих себя светоносцами, приходится слышать такое утверждение, что вот у нас не хватило сил делать какие-то дела, а темные оказались более сплоченными, более сильными. И тогда, наверное, закономерно возникает вопрос, а где не находятся эти темные, темные силы и кто или что это такое? Где живет зло и кто его творит? Нет ни дьявола, ни зла вне человеческого создания. И сам собой напрашивается вывод, что, исходя из этого утверждения учения, что не кто-то и не где-то, а мы сами выступаем на стороне темных сил сплоченными рядами. это мы сами в своем сознании и своим сознанием порождаем зло. И тайная доктрина говорит, что причина зла заключается в нашей животной, человеческой природе, в нашем невежестве и страстях. Только через нас и от нас могут исходить как добрые, так и злые силы. Мы сами порождаем их в своем сознании. И один и тот же человек в течение дня может выступать то на стороне темных сил, то на стороне светлых сил. О том, как своими мыслями, чувствами, своими некачественными состояниями сознания мы творим монстров зла, рассказывается в учении. И мы отправляем этих монстров из своего сознания в самостоятельное плавание. И эти монстры начинают жить независимо от нас. Этому посвящена книга Татьяны Николаевны Микушиной «Как избежать катаклизмов». Эта книга о том, как избежать зла. И владоки мудрости говорят нам, только вы сами поддерживаете несовершенство вашего мира. Только вы сами направляете вашу энергию на несовершенство. и оно продолжает существовать. Но тогда, наверное, может возникнуть вопрос. Почему же всесильный Бог не прекратит все это безобразие в один момент? Почему он допускает существование зла в нашем мире? Ответ мы находим в учении Тайной доктрине. Зло есть необходимость в проявленном мироздании и одной из его оснований. Оно зло необходимо для прогресса и для эволюции, как ночь необходима для проявления дня и смерть для жизни, чтобы человек мог жить вечно. То есть, только благодаря существованию контрастов между светом и тьмой, черным и белым, добром и злом, мы можем развиваться, делать выборы. и задача нашего обучения на земле научиться отличать добро от зла, научиться ценить добро и избегать зла. Граница добра и зла проходит в нашем сознании. Именно внутри себя мы производим отделение зерен от плевел. Именно так мы учимся совершенствовать свое сознание. И сказанное можно проиллюстрировать древней притчей. Юноша пришел к мудрецу с просьбой принять его в ученики. «Умеешь ли ты лгать?» спросил мудрец. «Конечно нет». «А воровать?» «Нет». «А убивать?» «Нет». «Так иди и познай все это!» воскликнул мудрец. «Опознав не делай». Вот и все учение мудреца. И совершенно понятно, что учитель не требует, чтобы юноша украл или убил. Он хочет, чтобы пребывая в нашем мире, в котором все эти проявления есть, научился этому на примерах, в своем сознании. научился различать добро от зла. «Иди и познай все это», говорит учитель, «опознав не делай». И здесь же я хочу привести слова нашего учителя Татьяны Николаевны Микушиной по этой теме, по отношению к нашей современности. Татьяна Николаевна говорит, фактически весь этот мир представляет собой смесь добра и зла. Он есть изначально такой мир. И наша задача это отделить внутри себя, в нашем сознании добро от зла. И в зависимости от того уровня сознания, на котором человек находится, у некоторых добро будет злом, у других зло будет добром, у некоторых будет все правильно стоять в сознании, но это задача, которую человек просто внутри себя решает. Вся наша внешняя иллюзия, которая сейчас существует, направлена только на одно лишить человека возможности внутри себя решить эту проблему. Нас увлекают различными картинками, рекламой, какими-то страшилками, еще чем-то, только для того, чтобы мы не решали внутри себя эту проблему отделения добра от зла, реальности от иллюзии. Вот в чем смысл. тогда, когда человек начинает это понимать, и чем большее количество людей это понимает, тем большая вероятность того, что этот мир изменится. Это ключевая тема. И в этой теме нам осталось рассмотреть совсем немного самое интересное, что же нам делать. И вернемся к тайной доктрине. Совершенство, чтобы быть вполне таковым, должно родиться из несовершенства. Нетленное должно вырасти из тленного, имея последнее своим носителем основою и противоположением. И в самом начале в первых цитатах говорилось, что добро и зло это близнецы, которые рождаются одно из другого. И что это означает для нас? А это значит, что сначала мы своим несовершенным сознанием создаем из добра зло, творим из совершенства несовершенства. А на следующем этапе нашей эволюции, преодолевая свое невежество, совершенствуя свое сознание, мы должны из этого зла, из несовершенства родить добро, совершенство, вырастить из тленного вечное, божественное. Таков путь эволюции и таков по-видимому замысел Бога для нас. Еще одно подтверждение этого на прошлой лекции, когда я рассказывала о владыках темной мудрости, о сынах мудрости, я приводила цитату из тайной доктрины. Ни одна сущность, будь она ангельской или человеческой, не может достичь состояния нирваны или же абсолютной чистоты иначе, нежели через эоны страданий и познавания зла, так же, как и добра, ибо в противном случае последнее остается непонятным. Любой дух должен пройти через испытания воплощением и физической жизнью, чтобы получить опыт и знания, познать добро и зло. И только после этого он может обрести новое сознание, возвращающее его в исходное состояние божественности, но уже дополненное накопленным опытом. И владыки мудрости расширяют это наше знание в своих посланиях. Каждое событие, которое происходит в материальной вселенной, имеет качество двойственности, дуальности. И чем более высокого уровня достигает ваше сознание, тем вы все меньше и меньше видите отрицательного в окружающей вас действительности. И все больше и больше видите позитивного, божественного. И когда ваше сознание очистится до достаточно высокой степени чистоты, то вы с удивлением обнаружите, что все вокруг вас изменилось. И вместо падших ангелов, которые вас окружали, и с которыми вы неустанно боролись, вы увидите человеческие существа, которые страдают и нуждаются в вашей помощи. и о задаче нашей эволюции говорит в своем послании «Я есть то, что я есть». Вы создаете ваш мир и вы же будете уничтожать ваш мир. Сначала вы создаете то, что соответствует вашему неразвитому сознанию. Потом вы сворачиваете иллюзию через ваше сознание. И глава о происхождении зла в книге «Добро и зло» заканчивается такими словами. Когда человек одерживает победу над своей животной природой, когда он позволяет духу властвовать над собой, он становится сотворцом с Богом. и дух, заключенный в человеке, непреодолимо устремляется к своему истоку, и миры сворачиваются. Мы возвращаемся к единому, в то место, где нет зла. «Добро и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok